Хотим с вами поделиться вашей любимой рубрикой. Вы, наверное, видите по количеству купленного. Мы всё-таки готовимся, езжать домой, ну, в Украину, да? Девочки, не всё здесь мы везём в Украину. Я вам сейчас немножко расскажу, что мы купили. Мы на подарки уже начали покупать. Ну, как приехать со Швейцарии и не привезти подарки. Да, поэтому начну из подарки, то, что мы себе купили. Купили попробовать, девочки, вот такие батончики. Мы разные покупали, фирма вот этой Фармер. Но вот эти самые невкусные. Мы их уже попробовали. На вкус как просто кукурузные хлопья, вот знаете, для завтрака чем-то склеенные. Ну, из тех батончика вот эти, конечно, меня немножко подрастроили. Но они по акции были вообще за 3 копейки, поэтому ладно. У меня больше магазин купили. Да, так, Анюта купила себе ещё инжира и купила себе драгонфрукт. Плоды кактуса. Ну, это плоды кактуса, драгонфрукт. В общем, это плоды кактуса. Драгонфрукт – это тоже плоды кактуса. Это более... Более большой такой, да. Это просто плоды кактуса. Да. Значит, инжир свежий стоит 10 франков килограмм. Ну, 10 евро, да. А вот эти стоили 6 евро килограмм. Мы их ещё не пробовали, но они очень надо. В общем, мы взяли... Здесь, наверное, килограммы есть. Да, Анюта? Я не взвешивала. Да, все руки в колючках, но выбирали самые красивые. Так, купили очень вкусные батончики. Я вам их, по-моему, уже показывала или не показывала, не помню, девочки. Продаются в супермаркете Куб. Они... Куб. Есть название Куба? Вот в этом супермаркете тут точно есть название. Вот Куб. Продаются батончики разных. И с бананом, и со всем. Нам очень понравились кокосовые. А Анюте больше всего понравились вот такие яблочные. Они в молочном шоколаде. Знаете, как энергетический... Очень вкусный. Да, энергетический батончик, батончик, злаки. В общем, классные. По 4,80, да, по-моему, или 4... По чипа 5 франков, вот, 8 штук в упаковке. Очень вкусный. Да, очень вкусный. Так, купила... Муж у меня сладкоежка. Купили мы вот такую большую упаковку. Фрей. 50 батончика вот таких вот в бранче. Ну, то есть, как бы перекус, да, можно с собой брать. Здесь 1,350. 50 штук, девочки. Будем чай пить, да? Так, также самая популярная фирма шоколада, самая лучшая фирма шоколада в Швейцарии, это то, куда мы ездили на шоколадную фабрику, девочки. Ну, одна из лучших, скажем так. Это вот эта фирма Гальер, как правильно, чтобы я правильно читала, потому что я на французском тоже не очень. В общем, мы купили, девочки, этой фирмы, да, одну банку, две банки вот такие вот горячего шоколада. Можно растворять его как горячим, так и в холодном молоке. В общем, нам сказали, что это очень вкусно. В общем, я купила одну банку нам, а вторую я везу одному очень хорошему человеку на подарок. Также на подарок я еще купила вот такие вот три бутылочки. Я вам уже показывала, я мужу покупала и решила еще на подарок этому же человеку вместе с какао привезти вот такие, вот такой подарок. Это традиционные, да, маленькие бутылочки, традиционный швейцарский напиток. Мне кажется, приятно. Большую бутылку я не смогу привезти, у меня места нет в чемодане, но вот такую маленькую смогу. Так, из этой же фирмы мы купили вот такие батонки. Видите, как маленькие шоколадки, вот такие малюсенькие, небольшая шоколадка, вот такие классические молочные. Анютка, конечно, у нас, да и я фанат карамельных, мы вот карамельных, посмотрите, сколько накупили. И у нас, я что-то думала, две, а по факту одна, вот такая классическая, классический шоколад, он такой, ну, тоже все вкусное очень. Тоже часть себе, часть на подарок отдам. Ярик захотел вот такой шоколад, этот был по акции. Сегодня, смотрите, две большие шоколадки, по-моему, по 200 грамм, они по 180. Молочный шоколад, вот такой молочный, вкусный, с кусочками злакового печенья, 6,30, вот видите, цена сейчас на него. И также я купила две коробки, девочки, на подарки от этой фирмы, это мы подарим. Вот такие наборы, посмотрите, какая красота, вот такая здоровая коробка. Да, в виде шоколадки. И внутри, девочки, 6 шоколадок, вот таких, всех видов, которые есть, ну, таких и черный, и с карамелью, и с медом. Ну, в общем, мне кажется, что, ну, супер подарок, как ты, Анют, считаешь? Да, здесь 600 грамм, получается, 6 шоколадок по 100 грамм. Мне кажется, на подарок просто, это действительно швейцарский шоколад. Не просто какой-то шоколад, который мы купим. Да, один из самых популярных. Это не просто какой-то шоколад со Швейцарии, это действительно один из самых популярных шоколадов в Швейцарии. Мне хотелось уже, если привезти кому-то шоколад, то, ну, который будет оставить, не оставить человека равнодушным. Давайте скажем так, шоколад здесь вкусный весь, но этот один из самых популярных. Так, по шоколаду все, да? Тут мы и себе, и на подарки. Анютка себе купила какую-то конфету. Ой, девочки, тут какая-то кислятина, вот тут открываешь, пьешь. А ну, покажи. Тут у нас, открываешь. Два франка, по-моему, да, ты говорила? Да. Тут какой-то сироп кислый надо пить. А снизу достается конфета. Ну, Аня ее уже надлезала, надкусила, ну. В общем, чем бы ребенок не тешился, да, лишь бы не руками, да. В общем, конфету Анюта себе такую купила. Значит, за шоколад и вам рассказала. Весь этот шоколад и батончики я везу, как бы, угостить. Ну, да, в Украину, да. Ну, как в какой-то шоколад. Я еще, девочки, докуплю немножко шоколада, потому что хочется людям сделать приятно. В общем, угощу. Так, купили три вот такие пачки джемов, да. Они настолько интересны здесь, понимаете, разные вкусы. И джемы здесь мне очень понравились. И мне кажется, тоже как вариант такого подарка, угощения. Мне кажется, супер, да, Анют? Вот сделать блинчики, и у тебя сразу шесть видов джемов. Супер. А там было просто три вида, это и еще два. Ну, там были другие пачки, знаете, что вот по два. Ну, нам больше всего вот этот понравился. Там было по два, и один, потом где два, два, и еще по одному. Ну, в общем, нам вот эти больше всего понравились. Там и в купе купили. Шоколад мы тоже, кстати, брали в супермаркете Куб. Практически все в купе, да, мы купили. Дальше Анюта какую-то колу купила себе странную. Как-то традиционную. Ну, кола и кола. Так, шоколадную пасту купила. Мы ее уже покупали, это от супермаркета ДНР. Кстати, она довольно бюджетная. Знаете, это типа как в Сильпо, ВТБ, премия, вот эти все фирмы. Но она очень достойная и очень вкусная. Мы ели с блинчиками, просто обалденно. И цена у нее просто супер. Поэтому почему нет? Да, полтора. В прошлый раз мы ее брали почти за два, а в этот раз вообще за полтора мы ее купили. Так, и осталось у нас вот это. Девочки, я еще раз заходила в турецкий магазин. Ну, вы же знаете, что я люблю готовить. Ну, вы же знаете, что я не могу без специй. Да. Турция у меня в этом году, скорее всего, не состоится. А специи турецкие мне хочется, девочки. В общем, я купила себе вот этот чурек. Это как кунжут черный посыпать. Три франка, 2,95. Такая большая баночка. Здесь 170 грамм, надолго хватит. И купила, девочки, две вот такие банки. Сейчас вам покажу. Здесь по 450 грамм. Натуральные специи. Это для лохмаджуна пиццы, для турецкой пиццы. Для лохмаджуна. Девочки, мы так, помнишь, как мы ходили, ели пиццу с, как, не помнишь, Кимери? Обманываешь меня? Не-не-не, я не помню. В Кимере в прошлом году. Мы в кафе ходили. Пиццы заказывали. У тебя еще пицца была такая, которую ты съешь. Антоники. Да, и такие длинные, да. Вот это вот лохмаджуны, девочки. И они все так у них вкусно пахнут. Они вот такие специи добавляют. В общем, лохмаджуна 400 грамм в упаковке специя. Стоит тоже 5,95. И 5,95 я купила специю для курицы. Девочки, каждый год, когда я ездила в Турцию, я привозила специю для курицы. Потому что в Турции толк в курице знают. А сейчас привезем в Швейцарии турецкие специи. Да, сейчас привезем со Швейцарии турецкие специи. Два ведерка, девочки, уже килограмм. И вот это вот чурек. В общем, у нас вот такие покупки. Мы готовимся. Вы спрашиваете, когда домой, когда домой. Готовимся мы ехать в Украину. Но я же еще раз повторюсь, это не одного дня вопрос. У нас есть определенные обстоятельства, почему мы здесь немножко задержались. Но в этом, я считаю, что нет ничего страшного. Поэтому надеюсь, что вам наши покупки понравились. Как может быть, вы тоже в Швейцарии были. Сейчас находитесь или собираетесь. Как варианты подарков, мне кажется, просто супер. Как ты считаешь, Анюта? Да, Анюта оценила. Все, мои хорошие. Наша рубрика «Че купила» подходит к концу. Будем с вами дальше чем-то хорошим заниматься. Мы пришли в гости. У нас сегодня блинная вечеринка. Мы сегодня вот обновим такой агрегат. Поэтому сейчас будем делать с вами тесто. Ты будешь помогать? И будем с вами устраивать креп-пати, блинную вечеринку. Кто любит блины, приглашаем. Заваривайте чай, быстренько пеките блины и вместе с нами будете чаевничать. Снимем обзор. Удлинитель это не входит в комплект. Это для того, чтобы... Здесь традиция есть в Швейцарии. В центре стола ставится блинница. И все, кто хочет, может себе жарить блинчики с любой начинкой. Что входит в состав блинницы? Состав довольно простой. Шесть вот таких лопаток. То есть шесть человек одновременно может себе по блинчику жарить. Шесть лопаток. Шнур, естественно, который подключает. Инструкции, понятно. На самой блиннице сразу крепится вот такой половник. Это необычный половник. Вот вы наливаете по краешек тесто. И это ровно один блин. Половник необычный. Он удобен тем, что он как раз рассчитан под эту блинницу. И сейчас блинницу переверну. Ну и сама блинница. Шесть блинчиков. Тефаль. Когда разогревается до нужной температуры, нагревается. И вот здесь вот сбоку есть кнопочка. Видите, вот вкл и выкл. Все. Мы сейчас протрем ее. Сделаем наше фирменное тесто. Заварные блины. Звездное небо. Да? Я вам рецепт уже показывала. Анютка еще хочет китайскую лапшу. Ее обещали угостить. И будем вот апполонечком. Надеюсь, вам как-то темно, да, в комнате. Ну, нам светло, как-то на камере темно. В общем, будем с вами сейчас кулинарить. Замесили тесто. Нам осталось добавить только кипяток. Видите, тесто такое густое. Поставили чайник закипать. И вот тут кто-то, не будем показывать на него пальцем, очень хочет попробовать китайскую лапшу. Вот такая лапша. Она, правда, написана спайси. Ну, мы через специи. Да, специи Анюта сейчас не все добавят. Давай, распаковывай, что там. Я иногда раз в полгода разрешала. В Украине мивину есть. А это китайская лапша? А это настоящая китайская. После рецептопия, китайцы мне или опорты, китайскую лапшу. Ну, где еще, если не в гостях, Аню угостят китайской лапшой, да? Ну, а что, все люди угощают тортами. Аня радуется, что ей китайскую лапшу. Что там, котенок? Так, какой-то сок. Специя. Еще специя. И сама лапша. Так, тетя Оля, давайте нам другую тарелку. Мы не запарим так. А, или разломай давай. А мы в такую завариваем. Больше нет. А, разломай ее, да. Ты все равно же у нас не эстет. Вот так пойдет. Да. Все, сейчас закипит чайник. То я кричу громко, потому что у нас чайник шумит. Сейчас посмотрим, девочки. Попробуем шум немножечко без ничего. Да, посмотрим, что это за специи. А вкусная, кстати, мивина вкусная. Обычная. Мне кажется, наше мивина даже вкуснее. Там все равно, мама. Да? Все равно. И пачка идет. Так, девочки, сейчас разберемся, что это за специи. Это какой-то суп-база. А это овощи. Мне кажется, что вот здесь вот... В общем, сейчас посмотрим. Это не острый перец, это овощи. Поэтому так, хватит есть сырую лапшу. Высыпаем овощи. Сейчас посмотрим, что это такое. Девочки, вот этот порошок вот внутри острый. Просто я чуть попробовала. Глаза на лоб. Так что давай, наверное, вообще чуть-чуть. Вообще чуть-чуть. Должен быть какой-то. Я думаю, что тебе достаточно острого. Если что, я не могу чуть-чуть добавить потом. Да, если что, потом добавишь. Сейчас закипит чайник, запарим. Таблетки от аллергии, Аня, я с собой прихватила. В общем, все. Ждем закипает чайник. Заливаем нашу лапшу. И добавляем кипяток в наше тесто. И будем с вами устраивать себе блинную вечеринку. У нас тут такая крутая поляна. В центре поставили блинницу. У всех тарелочки. Чашечки красивые. Чай заварили. Варенье у нас. Сыр. Еще ветчина. Еще ветчина он нам подсказывает будет. Оля, что это такое за маленькая баночка? Вот это слева тоже варенье? Какое? Инжирное. Мы любим инжирное варенье. Так, тесто у нас уже готово. Сейчас дождемся, чтобы блинница идеально разогрела. И будем разливать. Я вижу, что вулкан дымит. Вулкан дымит. Ты будешь блины давить? Да. Точно? А сколько штук? Ну, один, два, три. Три? Ну ладно. Да, три. Мы слегка смазали первый раз блинницу маслом, чтобы блинчики хорошо снимались. И будем разливать сейчас. Ну что, блинница разогрета. Обновим. В руках, когда держишь камеру, не идеально удобно. Но в целом, я без штатива, в целом нормально. Я вот так распределяю, чтобы они были не сильно толстые. Хотя Анютке, наоборот, маленькие блинчики вот эти, нравится, чтобы они были не тонкие, а такие толстенькие. Говорит, так вкуснее. Вот, смотрите, первый разлили. Посмотрите, как здесь, сколько точечек. Сколько точечек, посмотрите. Видите, не зря называются эти блины звездное небо. Посмотрите, вот мы разлили последний, он сейчас будет превращаться плавно в сплошную дырочку. И за счет этого блины, видите, проявляются. А вот первый, который мы разливали. Первый, второй, посмотрите, какие они. И этот уже превращается, видите, в звездное небо. В общем, это реально очень крутой рецепт. Я надеюсь, что вы обязательно попробуете и тоже приготовите такие блины. Нам очень нравится. В общем, будем наслаждаться. Ну что, первый опыт, я думаю, что неплохой у нас, блинный, сейчас посмотрим, лопаткой поджарился. Оп, и переворачиваем. Оп, переворачиваем. Оп, ну да, Оль, с вилочками будем. Переворачиваем. Оп, переворачиваем. И последний. Сейчас мы его последний разливали, и я его последний буду переворачивать. Сейчас подвинем чуть-чуть. Красота? Всем приятного аппетита. Нравится, Дарья? Да. У нас будет вкусный чай, вкусные блины. На что похоже? На вулканы. На вулканы? Ну хорошо. В общем, у нас и такая красота. Нет, как вулканы. Не, ну это же блинница. Вот представь, так сидишь, и всей семьей наслаждаешься такой красотой. Анютка тут спорит со мной. На сколько ты споришь? На франк? А, на 20 центов, да? На 20 центов. Она что-то сейчас будет делать интересное. Рассказывай, что ты будешь делать. Говорит, что я точно проиграю. Ну, так типа, типа, там проиграем 10 тысяч. Потому что 10 тысяч нет вулканы. Ну, короче, у нас есть очень маленькая тяжечка, потому что если будет борьба, то ничего не получится. Маленькая тяжечка, а внутри внизу вода. Обычная вода. Да. Хорошо. Вот, можете посмотреть. Ну, верим, верим мы тебе. Вода. Да, это что? У нас есть большая тяжка, это самая большая, которая нашла. Новогодние. И мы эту чашку накрываем новым полотяжником. И условия. Да, какое условие? Я не могу трогать вот эту вот хирургическую чашку. Да. Ну, я должна выпить вот этот вот стакан с водой. Угу. Если ты так сделаешь, не трону в эту чашку, я тебе даю 20 центов, да? Да. Ну, давай. Я же не знаю, как вам получится или нет. Ну, давай. Торговалась. Говорит, давай 10 центов. Нет, давай 20 центов. Замочила предложение. В бассейне. Давай. Как ты будешь делать? Что, мне от воды? Ага. Я же говорю, что это... Я же сказала, что ты будешь жульничать. Ты не тронула, а я-то тронула. Ну, мне... Смотрите. Будет запрещено мне трохнуть эту чашку. А маленький не будет запрещено трохать. Вот так вот. Вот понимаете? Юный жулик. Я выиграю. Хорошо. Выиграла, так выиграла. Ну, ребёнок что-то придумывает интересное. Почему нет? Я, конечно, не фанат ТикТока, но... Ну, мне так попалось. Наверное, было ещё попало в чашку. Там где-то должна и ты, и её должна. Ладно, я не буду. В общем, вот так вот, девочки, мы проводим вечер. Чем бы детей не чешилось. Да, Анета? В общем, девочки, у меня растёт маленький жулик. Да, Анета? Говорит, фокус. Я всё сама выпью. В общем, понимаете, да? Выпила, да. Она честно выпила. Вообще вопросов нет, да. Ну, главное, что ребёнок что-то придумывает интересное. А мы, девочки, уже поздно. Сейчас я уже приняла душ. Волосы, видите, мокрые такие. Ярик предложил. Мы каждый день сейчас стараемся смотреть какие-то фильмы, что-то, чем-то, знаете, таким отвлечённым заниматься. У меня сейчас как-то очень много и работы появилось, и забот, скажем так. Готовимся потихоньку, как вы понимаете, к возвращению на Украину. Скажу честно, очень хочется уже на Украину. Я мужу сказала, говорю, я безумно... Я даже не то, что там на Украину набрюю, я хочу пряников, я хочу селёдки. И что ещё хочу? Суши, суши хочу, вот. Суши здесь какие-то такие... Во-первых, цена космическая. Во-вторых, я на них смотрю, там практически один рис. А у нас только рыбки. Там сыра, всего добавляют. В общем, хочу наших, которые в Украине готовят. Селёдку. Я тут искала селёдку. То, что я нашла, я вам показывала, это окунь. Окунь солёно-копчёный. Вкусно, но не то. И безумно хочу, знаете, наших пряников. Вообще, вот обычных пряников здесь такого нет. И даже чего-то подобного, похожего на пряники здесь просто нет. А мы сегодня, так получилось, что ездили в магазин. Я вам покупки показывала. Потом мы пошли в гости. Подружка купила себе блиницу. Я и так её расхвалила. И я вам, ну, от чистого сердца я вам говорила, что это просто находка века для меня. Это открытие. Ну, я наш себе купила. Мы вам немножко поснимали, как мы устраивали тут блинную вечеринку. Снимала как-то кусками, потому что тут дети, что ты делаешь. Тут готовишь, тут ещё что-то. Надеюсь, сумасбродно. Но в целом я надеюсь, что я вам атмосферу передала. Сейчас посмотрим фильм. Мы каждый день, знаете, пересмотрели всё. С Даней Буном. И Бобро поржаловать. И Любовь от всех болезней. Как, Любовь от всех болезней, да? Угу. Если не видели, посмотрите. Вот если вы Бобро поржаловать смотрели, обязательно посмотрите Любовь от всех болезней. И ещё там какой-то фильм про армию есть с этим актёром. Прямо то, что надо. А сегодня я Ярика уже, наверное, неделю просила. Говорю, давай пересмотрим Бридж Джонс. И мы вот так, знаете, в 9-10 вечера включаем фильм полтора часа. И всё. И сразу спать. Поэтому у нас уже, несмотря на то, что у нас светловато, видите, да? Ещё свет. Я вам говорила, в Швейцарии очень поздно темнеет. Поэтому у нас уже, на самом деле, очень поздно. Как раз время фильма. Посмотрим сегодня Бридж Джонс и Байники. Завтра будет новый день. У меня завтра будет очень много работы. Прям вот я люблю такие дни, знаете, когда ты отвлекаешься, и ты не заморачиваешься по поводу всего происходящего, всего такого нехорошего. Сегодня, конечно, расстроил меня город Торецк. Там, по-моему, 8 убитых, 4 раненых, среди раненых 3 ребёнка по центру города. И вот такие новости, знаете, они расстраивают, когда просто бесцельно, бесцеремонно, вот так вот непонятно для меня. Поэтому я стараюсь отвлекаться. Это сложно читать такие новости, больно читать такие новости. Но я всё равно, знаете, вот нахожу какие-то, знаете, положительные эмоции, чтобы как-то себя смотивировать, как-то себя взбодрить, что-то найти. Работа эта безумно отвлекает, просто супер. Меня отвлекает работа и кулинария. Честно скажу, люблю свою работу и люблю кулинарию. Вот две вещи, которые меня, знаете, быстро приводят в чувство. Я уверена, что если вы хандрите, и у вас там что-то вот не ладится, не получается, капризно, в общем, вам капризно, по-любому у вас есть какие-то вещи, которые вам доставляют удовольствие. Вот я люблю работать, я свою работу обожаю, не знаю, мне доставляет удовольствие. И кулинария, это, конечно, моя слабость. Поэтому, когда плохое настроение, вы не поверите. Я иду готовить, я безумно, когда я такая, знаете, злая какая-то, такая вот напряжённая, я иду печь блины. Я помню, был период, там были там сложности по работе, нужно было, не то, что проблемы, нет, нужно было всё успеть. У меня такой объём работы был. Я приходила домой, и я в голове, знаете, вот это крутишь, крутишь, что я сделаю завтра. Девочки, я почти каждый день пекла эти блины. Мне, наверное, дети думали, боже, какая хорошая мама, каждый день блины. А я их пекла просто, знаете, снять стресс. Поэтому, если вдруг вы никогда не пробовали снимать стресс блинами, главное, не ешьте их каждый день, потому что стресс тогда пойдёт, ни в одну одежду не влезете. Но сам процесс, он очень успокаивает. В общем, мы пойдём смотреть фильм. Я вам желаю хорошего настроения, мира, добра, позитива, чтобы, наконец-то, в жизни всё хорошее наладилось, стабилизировалось, и чтобы мы с вами просто получили хотя бы часть той нормальной жизни, которую мы имели до 24 февраля. Поэтому всех любим, целуем и обнимаем. Всем до завтра. Пока-пока.